Привет! С вами Корней. Это мой товарищ Андрей. Вы, наверное, его узнали. Он снимался видео об активации мозга. Андрей спал в шапочке с магнитами. Кстати говоря, по этому видео у многих возникают такие вопросы, комментарии. Человек и без того использует свой мозг на 100%. То есть нельзя повысить эффективность. Это зависит от того, каким способом мы это измеряем. Эффективность работы мозга в любом случае можно повысить. В процентах это выражается или как-то иначе. Не в этом суть. Андрей, ты почувствовал эффект от магнитотерапии? Да, почувствовал эффект. Стал себя чувствовать более бодрым. Просыпаюсь, настроение улучшилось. Ну и вообще жизненный тон как-то стал побольше. Кстати, ты выглядишь таким более свежим. Да, вот я тоже думаю, что это связано с тем, что все-таки магниты как-то положительно на меня влияют. А в каких областях жизни это выразилось? На работе стало больше получаться. Успевать стало больше. Время стало больше для того, чтобы делать дела. В личной жизни тоже как-то улучшилось. Здесь мы обойдемся без подробностей. Спасибо. В общем, тоже все хорошо. Да, да. Еще даже лучше стало после того, как я стал спать с магнитами. И Андрей пришел ко мне с таким вот вопросом. Я говорю это для наших зрителей. То есть можно ли использовать магниты в большей мощности? Да. Можно ли использовать их чаще? Можно ли их использовать дольше? Андрею я уже сказал. Ну а для зрителей повторю. Что нет. Этого делать не следует. Мощность магнитов должна быть небольшой. Но использовать их нужно только время от времени. В короткий промежуток времени. Потому что в противном случае может быть обратный эффект. Но раз уж Андрею так понравилась магнитотерапия. То я решил посоветовать ему другой метод. Тоже связанный с магнитами. Это метод, над которым работал советский ученый Утехин. В 70-80-х годах. И не только он. Но я в основном ориентируюсь на его работы. Это омагниченная вода. То есть если слабым магнитным полем воздействовать на жидкость. Ну на воду. Или на любую другую жидкость. В которой содержится вода. То эта вода приобретает особые свойства. Эти свойства очень полезны для человеческого организма. Достичь этого очень легко в нашей жизни. Вот берется примерно такой же магнит. Какие я тебе давал в прошлый раз. Отличается не сильно. И вот так вот можно просто к ложке его приложить. После этого размешивая напиток ложкой. Ты омагничиваешь воду, чай, кофе, сок. Всё что угодно. И вот эта жидкость действительно становится для человека очень полезной. А магнитная вода обладает массой интереснейших эффектов. То есть растения начинают расти лучше, если их поливать. То есть урожайность, рост растений увеличивается в разных экспериментах. Разные данные. Но от 10. Это самый скромный результат. И до 50 процентов. Это самый значимый результат. Удивительно, что даже бетон становится прочнее магнитной воды. Примерно на 20 процентов. Вот над всем этим работал Утехин. И почему я склоняюсь к работам именно этого автора? Почему я доверяю больше именно им? Потому что в 70-е и 80-е годы в Советский Союз, когда он работал, была жесточайшая цензура. В то время не было шарлатанов от науки. Потому что их труды бы не напечатали. И действительно, литература, которая была издана в то время, этим данным можно доверять. Потому что цензура была очень строгая. Ну вот Андрей. Пользуйся таким методом. Спасибо. Все так просто. Почему никто не применяет, никто не пользуется этим? Андрей, не ты один мне задаешь этот вопрос. И не только по поводу магнитотерапии. То есть, подобные вопросы задают мне в комментариях и просто друзья. По поводу большинства моих экспериментов. А действительно, если это вот так работает, то почему это не используется повсеместно? Мне это напоминает фразу доктора Ватсона из фильма Шерлок. Английский сериал. Действия этого сериала происходят в наше время. И доктор Ватсон в одной из серий очень боится собаку Баскервилли. Которая, как он подозревает, может быть генетическим искусственным мутантом. Собака огромного размера. И он сам себя утешает тем, что не может быть такой собаки. Его рассуждения таковы. Он говорит, если бы такие собаки существовали, если бы их можно было получить. То такие собаки продавались бы. И мы бы о них знали. Потому что так устроен наш мир. Вот казалось бы логично. Правильно? Да. Вот логично. Но неправильно, Андрей. Вот потому что вот я сам удивляюсь. Почему? Но наш мир устроен иначе. Вот это вот омагниченная вода. Я не буду сейчас о других примерах говорить. Прочность бетона повышается на 20%. Если заливать его омагниченной водой. Кто-нибудь заливает? Нет. Урожайность растений повышается. Кто-нибудь делает? Нет. Провели эксперименты. Получили положительный результат. И никто не использует. Увеличивается надой у коров. Увеличивается их плодовитость. Где-нибудь используется? Нигде не используется. И таких примеров множество. Павель и Биржье писали по поводу похожих моментов в своей книге Утромагов. Это два французских автора. Они говорили, что существуют тайные знания. Но что такое тайные знания? И что действительно кто-то спрятал? Нет. Вы можете пойти в библиотеку и взять книгу тайных знаний. Почему же они тайные? И они поясняют это таким образом. Что люди по какой-то непонятной причине не замечают этих знаний. Они проходят мимо них. И у них есть такое выражение, которое мне очень нравится. Есть знания, которые охраняют сами себя. Это какая-то непонятная черта нашего мира. То есть мы знаем намного больше, чем используем. И думать, что если это так, то это бы продавалось и мы бы об этом знали. Кажется логичным. Но не так. Мир устроен не так. Он устроен непонятно. Он устроен не совсем логично. Единственная страна, которую я могу привести как пример, где подобные знания используются. Это Япония. Японцы у них такой менталитет. Это как будто бы раса, прилетевшая из какого-то будущего. И при этом у японцев средняя продолжительность жизни, максимальная в мире. И при этом у них максимальная производительность труда. То есть это люди, которые много работают и при этом долго живут. Так вот, они используют различные виды магнитной терапии. Они используют адаптогены. Это травы, о которых я рассказывал в видео. Эликсир жизни. И вот это вот такая вот странная нация, которая замечает вот эти знания. Использует и действительность эффекта. На самом деле японцы тоже используют только небольшую часть этого. То есть нет кардинального отличия с другими людьми. Но вот они используют хотя бы что-то. И эффект заметят. Ты сам же знаешь, что эффект есть. Эффект есть. Просто люди не делают. Необъяснимо. И кстати говоря, по поводу магнитной воды. Не знаю, с этим ли связано это или нет. Но одна из версий. Больше всего долгожителей, кстати говоря. Это в провинции Хунза. Там достаточно много людей, которые перешагнули 120-летний рубеж. И там было много версий по поводу того, почему эти люди так долго живут. Хотя совершенно рядом, в соседних провинциях долгожителей нет. А образ жизни практически такой же. И дело в том, что в Хунзе источники воды, которыми пользуются местные жители, они проходят через омагниченные слои земли. То есть возможно, что этот эффект связан именно с этим. Это конечно не доказано. Но это достаточно серьезное предположение. Вполне возможно, что и с этим. Ну что же Андрей. Вот теперь ты можешь пользоваться омагниченной водой. И то, что этим не пользуются все. Это абсолютно не доказывает того, что это не эффективно. Люди сплошь и рядом не используют того, что эффективно. С вами был Корней. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok